Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий. И с вами сегодня хотел бы продолжить тему духовную, которая называется «Иерархия в трудовом рабстве». Итак, трудовое рабство видео уже есть, вы можете его посмотреть, а мы продолжаем. Есть в рабстве в любой форме, духовном или физическом, своя иерархия. Есть одна личность, враг, которому подчиняются все остальные. И враг делится тем с людьми, с его служителями, что ценно для человека, к чему стремится его душа, к чему стремится его тело, и он делится этим. Но замен, как духовная сущность, так и человек или группа людей должны выполнять свои функции в этой иерархии, которая называется «трудовое рабство». Если мы представим человека, который является, скажем, хозяином огромной фирмы, огромной, то у него есть также начальствующие, которые позволяют ему, мы сейчас не говорим о рамках трудовых каких-то законов и так далее, нет, позволяют ему вести этот бизнес. И если начальствующие будут им недовольны, недовольны тем, сколько он приносит прибыли, то они закроют или отнимут его бизнес и передадут его тем, которые будут это делать в состоянии. И в иерархии трудового рабства есть свои смотрящие, это не только криминальный мир так работает, но и так называемый правовой мир работает по тем же самым законам. Просто в правовом мире все более спокойно говорится, без матерных слов, одеваются в другие одежды, отдых проводят в других местах, имеют небольшое отклонение в ценностях жизни, материальных ценностях жизни. И в любом случае, кроме смотрящих, есть надсмотрщики, есть менеджеры, есть юристы, есть силовики, охранники и есть криминальный мир, который в случае необходимости будет задействован, а также есть своя пресса, свои журналисты, свои глашатаи. И все это в любом трудовом рабстве, как криминальном, так и официальном существует. И иерархия, она необходима. Поэтому тем, кто являются юристами, те, кто являются силовиками, оплата их труда должна быть наибольшей. Потому что в случае необходимости будут задействованы рычаги юридической машины, судебной машины, чтобы наказать или сделать что-то так, как необходимо сделать, или создать предпосылки для того, чтобы это было сделано. Ну а силовики нужны для того, чтобы не покусились на хозяйство, на власть, те, кто являются голодными и недовольными, или обиженными. А таковых всегда, в любом обществе, большинство. Поэтому иерархия в трудовом рабстве есть, была и будет оставаться до тех пор, пока Господь Бог не наведет порядок на этой земле. Просуждайте вы об этом, и я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Продолжение следует...